Сердечных дел мастера. Только в первый день на консультацию к московским специалистам пришли около 200 пациентов. Прием ведут ведущие кардиологи и сердечно-сосудистые хирурги России. В моем возрасте, естественно, сердце вошаривает. Принимаю препараты, занимаюсь физкультурой. Беслан Ульянову 74 года беспокоит сердце и скачет давление. Услышав, что в республиканской клинической больнице будут вести прием специалисты национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, не раздумывая, решил прийти на консультацию. Они мне прописали хороший комплекс лечения. У меня неврологическое заболевание после тяжелой аварии. Тоже хороший совет дали. Ехать с ними в Бакулево, они некоторых отсюда забирают, для меня сказали, это излишнее. Надобности такой нет, лечись дома. Беспокоит сердце в силу возраста и Мустафу Хутиева, ему 88. Кардиолог изучает его историю болезни и консультирует по всем вопросам. Дедушка рад, что ему не пришлось выезжать в Москву, ведь это дополнительные финансовые расходы. Институт Бакулево в Европе, в России, в Европе, в Европе, в Европе, в Европе. В Европе, в Европе, в Европе, в Европе, в Европе. Возможность пройти бесплатную консультацию, и если в этом будет необходимость, оперативное лечение в Москве, есть у всех жителей Ингушетии. Лучшие кардиологи и сердечно-сосудистые хирурги будут вести прием до 14 октября включительно. Цель нашего визита – отобрать пациентов на плановое хирургическое лечение. Дальничество проводится по квоте, бесплатно, в рамках ВМП. Отбираем пациентов на операцию по поводу ишемической болезни в сердце, клапанной хирургии, болезни аорты, сосудов. Консультируем пациентов и по кардиальной проблеме, и по нарушениям ритма. В Ингушетии мы находимся первый день сегодня, будем отбирать пациентов два дня. Вот сегодня и завтра. Рады всех проконсультировать, можете приехать. И такая практика стала ежегодной. Врачи Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева приезжают в Ингушетию уже несколько лет подряд. За это время прооперированы и оказана помощь около ста пациентам из Ингушетии. Пациенты, они направляются в разные отделения, потому что центр Бакулева, он специализируется по нозологиям. В этом и тоже преимущество, потому что отделение занимается непосредственно ишемической болезнью. Клапанные патологии, это разные отделения. Занимаются нарушениями ритма сердца. Суммарно около ста человек, которые получили помощь. Наша бригада в разном составе, естественно, от центра Бакулева регулярно, с частотой раз в 6-8 месяцев приезжает на базу данного центра и проводит отбор пациентов для оказания медицинской помощи по условиях бюджета Российской Федерации. Желающих попасть на прием много. В день только один врач может принять до 50 пациентов. Возможно, и больше. Все зависит от диагнозов. Так или иначе, проконсультироваться смогут все. Желательно, конечно, чтобы кто к нам приходит, заранее были уже обследованы, имели какой-то определенный пакет исследований, анализы. Они уже назначают, если что-то им дополнительно надо будет, уже забирают себе. А дальше уже назначают операции. Врачи просят не запускать проблемы с сердцем, ведь это самый жизненно важный орган человека и дают одну простую рекомендацию. Регулярное посещение участкового врача, врача-кардиолога, регулярный осмотр, проведение диспансеризации и делать акцент на своем здоровье, не дожидаясь первых сигналов. Собственно говоря, вот это основная рекомендация наша. Для жителей приезд московских врачей – большой подарок. Больным людям не нужно тратить денег и времени на дорогу. Они могут получить высококвалифицированную консультацию, не выезжая из республики. Зелимхан Калой, Васхабила, Киев, Новости, 24.